Так, посудомоечную и стиральную машину загрузили. И побежали, побежали, побежали. Бегу, чтобы убить двух зайцев одним мапом. Ситуация примерно такая, весьма распространенная в широких массах. Я поругалась сегодня с сыном из-за обуви, потому что сын растет и некоторые обуви ему не нравятся. И та, которую купил ему папа, она ему совершенно не нравится, поэтому он начал делать вещь, что он не может туда влезть. Потом еще что-то, в общем, я с ним поругалась и мы расстались сегодня утром на весьма неприятной ноте. Но так как выходные прошли не очень хорошо для меня, идти заниматься спортом тоже нет смысла, поэтому я решила убить двух зайцев одним махом. Я схожу в магазин, который находится в трех километрах отсюда пешком, куплю ему обувь и заодно и с сыном помирюсь, куплю ему какую-то красивую обувь и спортом позанимаюсь, если можно это так назвать. Потому что практика показывает, опыт показывает, что когда ты проводишь такие выходные, когда ты нифига толком не делаешь, еще присутствует алкоголь, то как бы смысла в понедельник с утра просыпаться и бежать в спортзал нету, никакого. Будет слабость и будет неприятные ощущения, тем более сегодня ночью я не спала. Потому что у сына сегодня болели ноги, он мне так и сказал, мама, у меня болят ноги, поэтому он меня разбудил и я сидела возле его кровати. А еще и с утра мы с ним поругались, и все из-за ног. Ладно, иду в магазин пешочком, три километрика туда и три обратно. Получается, я как Ломоносов, грубо говоря, с первым повозом в Москву, и пройду через три города. Я выхожу из города Мужен, я пройду через весь Монсахту и попаду в город Грасс, где и находится магазин обуви. Сколько-то времени спустя мы заходим в город, который называется Монсахту. Я обычно туда за хлебом хожу. Еще через 20 минут я понимаю, что я приближаюсь уже к городу Грасс, который находится вот там вот на холмах. Сейчас я немного остановлюсь и покажу вам. Вот там, туда мы и направляемся. А сейчас мы уже находимся в городе Грасс. И вот что любопытно. Видите стульчик? Это кто-то решил не выкидывать, а поставить пару стульчиков возле остановки. Почему бы, собственно говоря, и нет, потому что на этой остановке нет никаких сидений. Поэтому кто-то поставил стульчик. Браво им и удача в жизни. А мы продолжим путь. Продолжим путь в Грасс. Вот здесь уже начинается немного неприятная такая дорога, потому что здесь нет тротуара. И это абсолютно нормально. Люди, приезжающие на Лазурку, иногда спрашивают, а как вы здесь живете, как же вам идти. Просто некоторые моменты люди не предвидели, что здесь могут ходить пешком. И думают, что здесь можно ходить только на автомобиле. Ходить. Да, ходить на автомобиле. Так и думают, кстати говоря. Сидят такие и говорят, вот они ходят там на автомобиле. А не надо ходить на автомобиле. Я вам уже показывала возле моего дома. Вот здесь еще один я нашла. Это называется Beauty Track. Вот такой вот вагончик, да, просто ставит. Оборудует его как салон красоты. Там можно подстричься, побриться, не знаю, ногти сделать, например. Ну, а я продолжаю топать по дороге без тротуара. Хотите верить, хотите нет. Ну, здесь как бы отдельный такой закуточек есть, если его можно назвать так, да. То, как бы вот иду. Предпочитаю по этой стороне, он более широкий. Но так никакого тротуара здесь не предусмотрено. И вот так вот машины гонят на всей скорости. Надеюсь, что меня не прибьют бампером. Ну, а здесь изготавливают различных глиняных и гипсовых зверюшек. И продают их за пару тысяч евро. Отличный бизнес. Кстати говоря, статуэтка, скорее всего, Кианы Корса. Собака, как у нас дома, только с обрезанным хвостом. А вот этот магазин, про который мне Анна вчера сказала. И неплохо попало. 50, 30 и даже 70 процентов скидка. Короче, взяла ему пока такие обычные черные. Ну, как сказать, аварийные, пока они придут, что я им заказала. И заодно Элиночка возьму тоже розовенькие. Причем здесь скидки такие нереальные просто. Ну, не 12, как мне сказала, они поменьше. Ну, 19, 20 евро такие стоят. Элиночки розовенькие куплю. Потому что уже прохладненькая. И им нужна более теплая обувь. Слушайте, вы себе не представляете. Нашла вот эту вот фиговину. Честно говоря, даже не знаю, как ее назвать. Но когда я была в подростковом возрасте, это была шутка модно. Вот такая вот подошва, чтобы была прям такая тяжелая. Плюс шнуровка вот такая. Точнее, шнуровка больше была вот на эту похожа. Хотя я только что видела прям такую конкретную шнуровку. Подождите, где я это видела только что? А, уже не вижу. Но только что видела. А, вот, типа, вот такое оно было. И это тогда было жутко модно. Потому что такая подошва была конкретная. Вот, вот такая шнуровка там была. А сам сапог выглядел вот так. И даже повыше вот такой был. Вот такой. Ну, вот, пять тысяч шагов, которые советовал делать в свое время. Франсуа Уланг пройденный. Поэтому полдела сделано. Сейчас у меня вопрос вот с этим стоит. В общем, смотрите. Во время урагана вот эта вот ветка надломилась. Она находится примерно на высоте 9 метров. Она надломилась. Кажется, как будто вот-вот она упадет. Но уже приезжали два дядьки, которые нам хотели срубить ее. Они вот так эту ветку привязывали к своей машине. Вот здесь ее дергали, дергали. Она никуда не делась. Я нашла лестницу. Но эта лестница, она только вот, где вот галочкой вот так вот стоит, да, дерево. Вот до туда. А дальше как-то надо ползти, наверное. Жужука мне запрещает это сделать. Найти кого-то дешевле 150 евро, чтобы срубить эту ветку, мы не можем. Вот такой у меня вопрос дня сегодня стоит. Что делать? Я подумала, может быть, пока его нет, пока он на работе, пойти залезть, докуда я могу. Я по деревьям раньше хорошо ползала, лазила. Залезть-то залезу, это точно. Вот главное спуститься. Ну и думаю, может быть, все-таки вот сотрю на это дерево, иду. Можешь залезть все-таки туда и срубить. В общем, подожду еще один день или два. Я уверена, что мои зрители дадут мне какой-нибудь совет. Пишите в комментариях, что думаете. И примем решение вместе. В общем, может быть, я действительно просто полезу. Подпилю, блин, ее. И все. А вдруг упаду, понимаете? Из-за одной ветки, блин. Видите, жизнь потерять. Это же глупо. А потом про меня напишут где-нибудь в газете желтой. Вообще, мне эту сумку подарили, когда я работала на Tax Free. Типа для джина и тоника. Ну, ни джин, ни тоник я в этой сутке не ношу. Вот такая вот сумка. А в ней я покупаю всякие продукты. Она нереально удобная, потому что ей можно и вот так взять, допустим, да, пойти. И в руке нести. Обалденная такая. Блин, я не знаю, наверное, не модная эта сумка, но она офигенная. Сейчас покажу, что купила. Хлеб купила, потому что Жужука ест хлеб до сих пор. И мне так захотелось опять сделать перец, как я делала в духовке. Я его подержу немного в духовке, а потом кожицу снимаю, маслом оливковым заливаю с солью. Обалденно. Тем более, Жужука по ошибке купила соль, которая смешанная с прованскими травами. Вот это прямо самая лучшая приправа будет для перца. Я купила два больших помидора, чтобы сделать вечером салат. Кофе капсулю купила, купила сыр и сметану. Сметану не помню, зачем, а сыр по утрам кушать. Мясо на вечер купила, что-нибудь приготовлю. И купила. Вычихну уже сейчас. Купила. Вот такую вот смесь нашла. Ну, попробую что-то новенькое. Здесь вроде как-то зеленая фасоль и брокколи. И немного грибов. Вот будет как раз вот эта смесь с мясом на вечер. А сейчас я поджарю вот такие вот сосиски меркес. Пусть мне будет... Я сейчас съем пару штучек из пеных. Сделаю сэндвич для Жужуки. Потому что уже пол первого дня, а я никак не соберусь. То одно дело, то другое. А, кстати, обувь тоже. Я таки купила. Ту черную, что я показывала, да, для Тео. А Леночке вот такую вот розовую, блестящую, с пандочкой. Сто пудово ей понравится такая обувь. И вот, получается, сейчас у меня Леночка носит 25-й размер, а Тео 35-й. 9 лет ребенку он носит 35-й размер, а я 37-й. И еще, когда я походила к дому, я обнаружила вот такой вот пакет. Это от Колесима. Я не знаю, что там надо посмотреть. Но написано, что это от Орели. Орели это двоюродная сестра моего муженцы. И написано, что это для Тео. До сих пор подарки ему идут. Вчера от бабушки пришла еще сумка. Ему такая большая, спортивная. Он хотел ее какую-то барселонскую команду там изобразили на этой сумке. Ладно, покушать и надо поработать сегодня. Тем более, что я себе дала зарок. Я отстаю по своим планам с августа месяца. То есть август, сентябрь, октябрь. Ну, на два с половиной месяца я отстаю. Но я бы еще хотела сделать все то, что у меня было запланировано на декабрь, январь, февраль. То есть на пять с половиной месяцев мне нужно все сделать и успеть это сделать до третьего декабря. Потому что третьего декабря что? Третьего декабря день рождения моей мамы. А еще третьего декабря что? Третьего декабря моя мама будет в Египте. А еще что? Ну, давайте, давайте. Слушай, прекрати, что ты ко мне пристаешь? Что стоит тут, туристовака? Еще третьего декабря я учиться пойду, если помните. Я бы хотела весь декабрь, январь и февраль не спешить из-за своих планов, а спокойно учиться. Ну, и пока они жарятся, я что сделаю? Правильно, машины разберу. Здесь у меня белая стиралась. Ну, почему ты тут всегда стоишь где-нибудь? Сейчас пойду вешать одежду, он тоже со мной пойдет. Вот, больше чем уверена. Смотрите, вот я иду, 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 и он идет, идет, идет. Хорошо то, что еще жарко и одесса высыхает быстро. А зимой, ну, у нас зима такая. А! У нас зима такая, фиг поймешь. Так вот, зимой здесь такая влажность, что я даже не понимаю, каким образом сушить. Я вешаю, конечно, одежду, но потом перевешиваю ее куда-нибудь, на батарею или еще куда-то, потому что она просто не высыхает. Никогда. Можно повесить ее в ноябре и снять в марте. Только кушать села, еще одну посылку прислали. И тоже для тела. Как-то он весь здесь оподарочен прямо сегодня. Ну и дальше. Следующая цель. Нет, неправильно, не поубивать их всех, а просто спустить вот этих единорогов. Потому что плавать мы уже вряд ли будем в этом году, несмотря на то, что тепло, но плавать это вряд ли. Поэтому сейчас их спустим и сложим в новенький покрашенный домик. Ну, а ты-то что за мной опять пришел? Партизан ты мой. Вот что стоишь зря? Подошел бы там, что ли, как-то помог. Стоит тут. Проблема еще в том, что спускать нужно реально, потому что здесь стоит какая-то штука, такая защита от спуска. Нужно ее вытащить и держать там, блин. Я знаю, как спустить. У меня есть вот тот насос, он в обратную сторону может подуть. В общем, я им всем пробки пооткрывала и отправила в домик худеть до следующего лета. Сейчас я вам свой антигаспияж покажу, что я делаю. У меня здесь, ну, короче, осталась куча всяких кремов. Немного детского, немного вазелина, немного для рук. И вот сюда потом весь взбиваю. Я, в общем, весь в миксер сюда. Здесь я растоплю немного мое масло кокосовое. Вот, а тут у меня масло розы. И масло лаванды по капельечке туда добавлю. И получится вот такой вот крем для тела, в принципе, успокаивающий на вечер. Ну, вот, получается, здесь целая кучка всяких разных кремов. Там и для рук, и для тела. Было и чуть-чуть даже для лица. В общем, и теперь по капельке. Буквально одну капельку, две даже можно, потому что там еще кокосовое масло сверху будет. Две капельки добавлю. Лавандовое масло и три розового, чтобы пахло прям хорошо. Ну, и масло, получается, растопило тоже туда же. И сейчас мы все это взобьем. И будет у нас крем-масло, которое пахнет кокосой, розами и лавандой. Оно сначала жидкое получается. Ну, у меня уже какой опыт есть с этим. Оно немного застынет за счет масла потом. Так что вот. И можно скрыть все это, как будто в баночке из-под. А что, это у меня сен, тоже не самый лучший крем. Ну, вот, пожалуйста. Целая баночка крема из ненужных кремов оказалось. Еще и пахнет очень хорошо. В прошлый раз, когда хозяева приезжали, они обычно же в студии там живут. А в этот раз, ну, там просто диван нужно каждый вечер раскладывать. Иначе он мешает проходу. Очень маленькая студия. В общем, они пару ночей пораскладывали, а потом заказали ремонт вот этого гаража, в котором раньше я съемки вела. И сказали, мы будем жить в гараже. И они используют этот гараж, там сделали иван, ну, этот душевую, там и прочее. Они его используют, чтобы спать там. Потому что вот тот диван, который был в комнате Тео, мы им отдали. Теперь у него там много места. Вот. А студия, получается, теперь, ну, как сказать, не моя, а не знаю даже, как правильно сказать-то. Потому что здесь ничего моего нет. Я имею в виду, что теперь я в этой студии буду снимать, а они там будут жить. Потому что, получается, ни в силу не в городу. Я там все оборудовала, а теперь они там. Ну, я, в принципе, их понять могу, потому что это не так просто. Ну, вот посмотрите просто вот этот диван. Его нужно каждый день, когда ты хочешь лечь, спать, получается. Не знаю, что это открыто, нет? Открыто. Его нужно постоянно раскладывать, этот диван. Вот, смотрите, заходим сюда. И здесь, получается, вот он, вот этот вот диван. Его нужно раскладывать. И когда его раскладываешь, то получается, что он вот прям на всю комнату. Вот так вот. И получается, что, чтобы пойти на кухню, вот там вот кухня, ну, ни к силу не в городу. Надо обходить вот так. И покушать, в принципе, негде. Поэтому вот они приезжали, они, получается, туда на кухню ходили, а жили вот в гараже вот там. Поэтому я потихонечку начинаю сюда свою вещь переносить. И сейчас камеры сюда свои перенесу, пусть тут стоит. Они, кстати, здесь инвесочку такую хорошую повесили. Теперь не видно душевую и раковину, потому что здесь типа ванная такая отдельная. В общем, вот так я себе расположила. Буду тут на диванчике. Уже даже записала первое видео. Я записала видео вам, пока не отдала книжку, потому что сегодня нужно будет отдать свое мнение, отзыв на вот эту вот книгу Геумусо «Девушка из Броклина». И когда выходила, естественно, увидела, что меня тут сторожат. Сторожишь, да? Молодец, сторожи, сторожи. Мне надо будет перевезти будильник, потому что у меня будильник обычно звенит в 17 часов. Для того, чтобы мне напомнить, что в 18 нужно уже за детками выезжать. Но в понедельник мне нужно забирать сына в 16.30. И сейчас 16.42, а я до сих пор стою в пробке. Потому что только в 16.30 я вспомнила, что мне надо забрать ребенка в 16.30. И то, если бы муж не напомнил, я бы точно забыла. В общем, крыша едет не спеша, тихо шифером шерша. Просто они потом не понимают, почему я кричу. Ну, потому что, блин, я по автодороге в Каны еду, блин, 12 минут. И по Канам, блин, 200 метров я еду 25 минут. Потому что, блин, они постоянно что-то здесь роют. Они постоянно что-то роют, блин, кладоискатели, суха. Ну, невозможно. Ну, город перерытый постоянно. Этот город надо не Каны назвать, а перерыто, блин. Или как-то так. Ну, что они постоянно тут роют? Деньги отмывают, чтобы потом показать, я, блин, мэр, я тут строил, что-то рыл. А ямы, вот они как были, так и есть, блин. И мы по 25 минут 200 метров едем. Потому что они опять что-то роют тут, понимаете? Вот они стоят, эти самокаты здесь, вертолеты, не знаю что. И роют опять, понимаете? Они стоят вот целый день, целый день и целый год они что-то роют, блин. А мы должны ехать 10 километров в час, блин. Капец, блин. А потом спрашивают, что пробки в Каннах? Пробки в Каннах здесь уже такие, блин, как в Москве. Сука. И знаете что? Я злая на все, что происходит сейчас вокруг. И особенно на французских мужчин. Потому что французские мужики мямли, самые настоящие мямли. Мне сын со мной плохо разговаривал, я его забрала со школы, он мне прям, прям так, со мной разговаривал. Охреной, я думаю, блин, я пошла ему там обувь покупать, потому что ему не нравится вот такая. Я все делаю, что он меня просит, а он со мной вот так разговаривает. Я набрала отцу, думала, он с ним поговорит, пока мы ехали в машине, там все делали. Ну а что? Вот придумай ему наказание тогда какое-то. Ну я знаю, какое наказание, что отобрать у него эти видеоигры. Через два дня папа подойдет, скажет, вот, у него хорошие оценки в школе, пусть играет. Скажи ему, типа, ты его прощаешься, дело. Вот такие мямли, мой отец уже так кулак дал понюхать, блин, знаете, что быстро бы поняли. Вот такой вот, блин. Я не вышла замуж, я женилась, блин. На. Устала, что ли, да? Устала. На. Обувь тебе красивая, ты в тапочках в школу ходишь. На. Ребенок. Ну. Нравится? Да. Красивый? Блестящие, да, какие? Знаешь, как блестятый пума у них, розонька? Померяешь? Пошла, пошла, пошла. Они на нее маленькие. Едем менять. Подожди, не дергай. Жди, когда она, подожди. Жди, когда щелчок будет. Тынь-дынь. Вот, теперь можешь открывать. Поменяли вообще без вопросов за одну секунду буквально. 26-й у нее, товарищ, размер, а не 25-й. Время вечернего чая Я решила попить вот такое Это мне Жужук прислал Купил Вервьен, это что у нас, товарищи? Скажите, пока я не сказала Потому что я фиг знает, что такое Вервьен Вот, ну На всякий случай заварю И пока будет завариваться Че, знаете, что сделаю? Сейчас покажу Возьму Вот такую вот заправку Нет, не для шашлыка, а для мяса Я видела только что Вот, для мяса и фарша Смешаю немного с коньяком И с двумя соусами Которые я тогда забрала, которые мне достались бесплатно Сладкий соевый соус И соленый соевый соус Смешаю вот это все Плюс приправа для мяса И замариную немного мясцо И вечером пожарим Вечером, уже вечер Для соуса Хочешь помешать? Ну, помешай, помешай Чуть-чуть Давай, помешай Потом вот сюда его нальем Оп Давай, теперь нальем его Хочешь налить или мама? Налить Ну, давай Чуть-чуть сюда Чуть-чуть сюда Да, по чуть-чуть везде Заметю? Угу По чуть-чуть везде Там, чуть-чуть там Все-все вылила? Да. Что? Ну, ничего страшного. Ну, вот. Ты сам был? Хорошо пахнет, говорит. Ну, а теперь подождем, когда мясо пропитается. У меня раньше была такая машина, называется 9-minute маринатор. Это значит 9 минут маринования. И там была такая система, такая как бы форма бочки была. Туда кладешь мясо, берешь свой соус, туда заливаешь какой-то. Потом специальной помпочкой откачиваешь оттуда полностью воздух. И потом этот 9-minute маринатор крутился вот так. А потом открывал, и вроде как мясо тут же открывало свои поры и впитывало в себя соус. Любое мясо, даже самое жесткое, этот 9-minute маринатор превращал просто в чудеснейшее блюдо. Когда он сломался, я попыталась найти новый, но больше его в продажу так и не выпустили. Очень странно. Ленечка рассказывает, в общем, вот, получилось, какая штука-то. Получилось, что сегодня они пробовали всякие фрукты. Сейчас она скажет, какие. Давай. Давай. На гуте. Лёвки на пассианс. Угу. Этифетический фрукт, не знаю, как перевести. Я на виду, а виолей. Фиолетовый и... Зелёный. Фиолетовый вкусный. Лёвк и пикон. А зелёный, он был прям пикон, это значит, ну как сказать, да, прямо во рту вот так, да. Прямо горький. И Рафа, это мальчик у него класс, вообще ему ничего не понравилось, да? Так, объясни... А, он всё выпрыгнул, ему вообще не понравилось. Ленечка, а вот это... А кокос и ананас вы не попробовали, да? Да. А почему? Ба, потому... Лен, но... Нет, но... Коко и ананас. Коко и ананас, он валмонзи и дыма, паска... Он не знает, как он купит, паска сетро дур. А вот, они его только завтра будут пробовать, потому что они не знают, как разрезать его, чтобы попробовать. А кто вам его порежет тогда? Ба, Повар, повар школьный. Павар, повар школьный, повар школьный. Ага. Ага. А си, он амонзи де ла папайя. Папайю даже попробовали? Да, ла папайю. Но си па ла папайя, ла папайя. Ну да, я знаю, папайя. Пайцы, которые палочка такая, и папайя, это фрукт. Да. И ещё какой? Уси, он агутинь. Забыла, как называются фрукты. Но сегодня, в общем, они разные вкусы испытывали, да? Разные. Коктус? Да. Кактус? Ну, скажу, ну, скажи. И буду надкажить, я надкажу, надкажил. И буду надкажить. Это у нас просто такой прикол. Ну, откажу, это орехи, как их называют такие? Не арахисы другие. Блин, на русском забыла, как называются. Забыла всё. В общем, я взяла эти, ну, откажу, орехи, кожу. Взяла с собой, когда мы с Жужукой поднялись в горы. И мы тогда поднялись, и я... А у него любимая песня, это я крокодил, крокажу. И буду крокодить. И я ему говорю, ты хочешь? Ну, откажу. Я ему говорю, тебя, ну, откажу. Он мне такой, я надкажу, надкажил. И буду надкажить. Ты занимаешься, да? Да. Молодец. Как мама, да? Да, да. А мама уже почти закончила монтаж. Видео для канала Лазурный берег. Инструкция по применению. Здесь, в этом видео, я рассказываю, как можно сэкономить, приехав сюда. Не пропустите это видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, вот этот Лазурный берег. Инструкция по применению. Это то, что вы делаете на гимнастике, что ли? Эй. Эй? Типа сам гимнастик? Опа. Да. А на гимнастике, мне папа, ты лазарь, ты лазарь, ты лазарь. Уи. Уи. И дайте холонечко поднимай. Молодец. Молодец. Молодец, но я такое. Молодец. Молодец. Я дал субь, и субь, и субь, и фарма, но не попали бы. Угу. Пья. Мне нравится с вами делиться постоянно, на какую работку меня опять взяли. У меня постоянно разная. Я не могу сказать, что ура, я теперь там, не знаю, хостесом работаю. Допустим, там, в палец-фестивале, в дворце-фестивале. Потом мне чуть другое приходит. Поэтому так невозможно сказать. Каждый день что-то новое. Ну, а еще, когда выучусь, еще и в службе безопасности скоро буду работать. Вот это будет вообще просто. Каждый день новая работа. Ну, а на октябрь, там, на неделю буквально, я буду секретарем, личным секретарем мистера Хедли Джон. И опять же, все будут говорить, а ты на английском хреново говоришь все дела. Меня протестировали, нормально говорю. Вот, в общем, секретарем в Грассе, в парфюмерной компании, которая занимается поставкой каких-то определенных веществ для создания парфюма. Пахнуть буду целую неделю. И вот, я еще постоянно вам рассказываю про дресс-код, потому что бывают всякие интересные штуки. Как, например, помните, для Конгресса была красная помада обязательно. А здесь вот написано, вам выдадут форму, одежду. Но на всякий случай оденьтесь все-таки в черный костюм, черные брюки, черный пиджак, белая рубашка. Ни в коем случае не джинсы и не кроссовки. Считают, что один, два, три, четыре. Продолжим. Только ни в коем случае не кроссовки. Завязанные в хвост волосы или в гольфу. Или щеню можно сделать. Чистый маникюр. Макияж. Легкий, но обязательный. О, какая-то я не крашусь. Неплохо так получилось. Он его обжарил. Я, получается, его замариновала, он обжарил. Мягенькое получается мяско. И, в общем, прикольный вкус. Ну и, конечно же, овощи. Их оказалось так мало. В том пакете, что я купила сегодня, что хватило только на одного человека. У остальных несчастных в этой семье рис. Какой астронавт-американ был первым, который был в астронавт-американ? В астронавт-американ был... Я его маркал, потому что есть что-то. А, ну, я думаю, что это в астронавт-американ. Но там же ответ есть в другой стороне. Это в астронавт-американ. Короче, здесь такие сырочки со вкусом томата, голубой сыр и со вкусом лечины. Я такой возьму. И в каждом сырочке внутри есть вопрос. А, ну, Лу-Лу, это на луне или на трассе? Я бы не ответила никогда в жизни на этот вопрос Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео